Наша главная цель сегодня, наша одна из двух главных целей это повышение клиент-ориентивности компании. Научиться обслуживать рынки лучше, научиться удовлетворять наших клиентов лучше, давать нужные номенклатуры продукции, развиваться в этом направлении. Вторая наша задача это снижать издержки. Мы продемонстрировали хорошие результаты в последнее время и по итогам прошлого года, по итогам первого квартала 2015 года наша компания продемонстрировала довольно хорошие результаты, вполне хорошие по сравнению с российскими конкурентами, с жирными конкурентами. Мы по итогам прошлого года, похоже, по итогам первого квартала продемонстрировали самую высокую маржу по победе в мире среди металлургических компаний и во многом благодаря работе наших коллег по снижению издержек. Почему мы недостаточно хороши? Ответ очень простой, потому что мы еще не создали ту культуру, которую хотим, потому что наши люди не относятся к делу так, как мы хотим, но мы видим сегодня неопределенные, может пока слабые, но ростки новые культуры, которые помогают нам достигать того, чего мы достигли. И отсутствие полностью доминирующей культуры, которую мы хотим, не позволяет нам достигать того, чего мы не достигаем. Мы видим сегодня, что рост металлургических компаний лежит не в наращивании мощностей, не в экстенсивном росте, не в слияниях и поглощениях и даже, наверное, не в новом строительстве масштабном, а в точечных инвестициях, прежде всего существующие активы, повышение эффективности, улучшение сервиса для клиентов, повышение клиентоориентированности и снижение издержек. И вот этим сегодня продиктована наша стратегия отношения к Азии. Азия перспективный регион, Азия перспективный рынок. Мы очень важные партнеры друг до друга, все. И надо развивать партнерство с Востоком, не надо останавливать партнерство с Западом. Бывают разные времена, я думаю, что надо долгосрочно, вот этот фундаментальный факт, я думаю, будет определять долгосрочно, фундаментально сильный взаимный интерес и взаимные притяжения. Северсталь не является субъектом никаких санкций, и мы никогда не чувствовали какого-либо негативного отношения к нашей компании. У нас никогда не с кем не было проблем, и никаких ограничений мы тоже не испытывали. При этом очевидно, что Северсталь, являясь участником российской экономики, мировой экономики, очевидно подвержена любым событиям, трендам, тенденциям, которые происходят в экономической среде вокруг нас. И в этом смысле, конечно, влияние санкций на Россию оказывает влияние на нас. Я бы не стал его переоценивать, честно признаться, я не думаю, что санкции уж так всерьез непосредственно повлияют на экономику нашей страны, за исключением, наверное, двух секторов банковского и, может быть, определенных проектов энергетики, офшорные бурения и так далее. Все остальное, в общем-то и целом, если никак с санкциями-то особо не затронуто. Но вот то, что санкции создают определенное охлаждение взаимоотношений нас и Запада, снижение текущего инвестиционного интереса, сдерживание определенных проектов, которые уже даже были в стадии завершения, вот это плохо. И это в целом не помогает нам восстановить темпы роста национальной экономики. И вот в этом смысле, да, Северсталь, так же, как и все российские предприятия, чувствует на себе определенный эффект этого охлаждения, которые, в том числе, вызваны санкцией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова